Издательство Эксмо. Джолин Брайтен. Что скрывают противозачаточные? Как вернуть контроль над своими гормонами за 30 дней? Глава первая. О противозачаточных на чистоту. У Анжелы больше года не было месячных. После долгих месяцев прогестерогеновых проб, анализов крови и МРТ, а также многочисленных рекомендаций возобновить прием противозачаточных, либо попробовать ЭКО, она, находясь на грани отчаяния, пришла ко мне в кабинет в надежде вернуть свой менструальный цикл. Она перестала принимать противозачаточные за год до того, как начала пытаться забеременеть. Только вот с отказом от противозачаточных пропали и месячные, а вместе с ними и надежда, что у нее появится ребенок. После 10 лет приема таблеток ее организм больше не следовал своему естественному ритму. Анжела начала использовать противозачаточные по рекомендации врача, чтобы избавиться от менструальных болей и заодно от угревой сыпи. В 16 лет это средство стало для нее настоящим спасением. Менструации теперь проходили гораздо легче и быстрее, да и кожа стала выглядеть намного лучше. В 29 же Анжела не на шутку забеспокоилась. Она знала, что всегда может попробовать зачать ребенка с помощью ЭКО, но не могла не задаться вопросом, что же стало с ее месячными. Почему ее менструальный цикл столь радикально изменился? Врач Анжелы умолчал, что у некоторых женщин после прекращения приема противозачаточных месячные так никогда и не начинаются снова. Это так называемая аминорея, которая диагностируется при отсутствии месячных на протяжении более чем трех месяцев после прекращения приема противозачаточных у женщин, чей цикл до начала приема был регулярным и более шести месяцев у женщин с изначально нерегулярным циклом. В случае Анжелы ее врачи должны были забить тревогу, когда она обратилась к ним по прошествии четырех месяцев без менструации. Хотя целых 40% женщин после прекращения приема противозачаточных сталкиваются с нарушениями менструального цикла, такими как аминорея или сокращенная лютеиновая фаза частой менструации. Независимо от того, как долго они их принимали, большинство врачей об этом риске не предупреждают. Причем это не единственный риск, о котором умалчивает врач. Если вы выбрали эту книгу, то наверняка у вас возникли вопросы о противозачаточных. Вы раздумываете на тем, чтобы начать их принимать? Или наоборот отказаться от них? Что же, в любом случае можете на меня положиться? Хотите знать, как противозачаточные на самом деле влияют на ваш организм? По секрету, ничего хорошего они не приносят. Или как свести к минимуму риск во время их приема? Или же вы задаетесь вопросом, насколько реальны побочные эффекты, которые перечислены в инструкции, такие как инсульт. И хотите как-то себя защитить? Да, они более чем реальны. И хочу вам сказать, что на самом деле побочных эффектов гораздо больше. Вы переживаете, что после отказа от противозачаточных у вас снова начнутся ужасные менструации или вернутся угри? Или же вы забросили свои противозачаточные, однако вместо счастливых предсказуемых месячных теперь имеете дело с гормональным хаосом? Я сталкиваюсь с этим в своей клинике ежедневно и должна вам сказать, что месячные нередко возвращаются с новой силой. Обильные, болезненные, сопровождающиеся ужасной сыпью или безумными перепадами настроения. Если что-либо из вышеперечисленного вам знакомо, то эта книга для вас. В этой главе непристойные факты о противозачаточных. Почему противозачаточные не решат проблемы с вашими месячными? Почему синдромы отмены противозачаточных может стать вашим худшим кошмаром? Как 30-дневная программа озарения способна перезагрузить вашу гормональную систему? О чем говорят ваши гормоны? Каковы бы ни были ваши отношения с противозачаточными, вы на правильном пути. На каком бы этапе вы сейчас ни находились, эта книга снабдит вас всеми необходимыми знаниями, чтобы помочь. Сразу хочу пояснить, я не против противозачаточных, ни в коем случае. Я за информированное согласие, то есть за то, чтобы врачи предоставляли женщинам всю необходимую информацию, прежде чем решаться принимать данные средства. Я сама более 10 лет принимала противозачаточные и не понаслышке знакома с симптомами гормонального хаоса, возникающего отказа от них. Более половины из нас противозачаточные назначают по причинам, не связанные с предотвращением беременности. И прекращение приема может привести к серьезным проблемам с менструальным циклом. Эта книга поможет вам понять, что означают гормональные симптомы, какое влияние противозачаточные оказывают на организм, а также что делать, если вам необходимо продолжать прием или наоборот вы готовы его прекратить. Скоро вы узнаете, как дать отпор нежелательным гормональным симптомам, восстановить гормональное здоровье и подружиться со своими месячными. И все это за 30 дней. Противозачаточная таблетка. Плюсы, минусы и ужасы. Без всякого сомнения, противозачаточные принесли женщинам огромнейшую пользу. Хочу сразу подчеркнуть, если вы сейчас их принимаете, то я ни в коем случае вас не осуждаю. Как только что сказала, я сама принимала их очень долгое время. Изобретение противозачаточных таблеток стало настоящей революцией и привело к колоссальным социальным и экономическим улучшениям, которые наделили женщин правом самим решать, заводить детей или работать вне дома. Оно буквально изменило жизнь женщин. На самом деле, одно исследование показало, что противозачаточные стали одной из причин повышения женских зарплат на 30% к 1990 году. Доступ к этим средствам способствовал увеличению числа поступивших в колледж и закончивших его женщин в 1960 и 1970 годах. Хоть я и твердо убеждена, что женщины должны иметь доступ ко всем формам контрацепции, полагаю также, что каждой женщине необходим доступ ко всей необходимой информации, чтобы решить, что лучше для ее организма, а также снизить риск, если она начнет принимать противозачаточные. По правде говоря, эти средства не шли в ногу со временем и отношение к ним было немного в духе «не нужно пытаться чинить то, что и так работает». У фармацевтических компаний был очень маленький стимул совершенствовать противозачаточные, поскольку они знали, что бремя беременности ложится на нас. Мы женщины, мы вынашиваем жизнь и рождаем ее на свет, что само по себе очень значимо, но может и подорвать наши амбиции, если мы к этому не готовы. Вот почему нам всем следует быть благодарными за возможность предотвратить беременность, однако также это порождает у нас и вопрос, почему в этой области не наблюдается большого прогресса.